что но вот вот эти дела зашли это как ты должен видеть и должен видеть что вот лежит больной человек и таких больных людей миллионы десятки и сотни миллионов и это помазание она готова коснуться сотни миллионов мы принадлежим богу и это должно проявиться в том что нам не безразличны люди и и когда мы получается вот мы сегодня думаем о переводах о порядке обо всем о чем бы я не говорил я говорю это все для того чтобы мы могли действовать понимаете действовать в духе святом что мы могли прокладывать господу дорогу чтобы он мог проявиться мощно чтобы коснуться людей и у него уже есть план для каждой страны у него есть план для китая у него есть план для южной кореи у него есть план для разных стран азии разных стран снг разных стран европы для той же америки соединенных штатов да там для австралии возьмите любую страну поймите у него у него есть план как он сказал для всей планеты. И это помазание, оно, если он мне сказал, значит, он уже предназначил. Там уже везде люди есть. Мы должны сделать все, чтобы это все реализовалось. И Бог, он нам даст способность это сделать. Нужно просто, знаете, где-то в каждом... Из чего это все состоит? Оно состоит из много разных таких дел, которые, ну, просто такие механические бытовые дела. Тут надо порядок в этом навести, тут надо так, тут надо так. И нас, бывает, поглощает просто вот эта работа. Понимаете? Потому что она как недуховная выглядит. Но нужно видеть всегда всю картину, и тогда ты не будешь теряться в этом. Да, да, да. Помнишь, как вот это вот есть притча, что один ложит кирпич, а другой говорит, я храм строю. Да, да, да. Это вот... Должно понимать, что мы делаем. А что... Ну, вот эти дела, знаешь, это как ты должен видеть. Ты должен видеть, что вот лежит больной человек. И таких больных людей миллионы, десятки и сотни миллионов. И это помазание, оно готово коснуться сотни миллионов. миллионов. И это зависит от меня, от того, что сейчас говорит пастор, и как мне это нужно сделать. Мне нужно это сделать так, потому что он это говорит. И все, о чем я думаю, это о том, чтобы мы реализовали это. Чтобы это... Знаете, вот как кости Елисея, в костях Елисея осталось помазание. Потому что у него не было преемника. Гиезий, он думал иначе. Он не стал... Он не крестился, можно сказать, в Елисея. И как раз он был тем человеком, который сам искал процветания. Он сам искал процветания, это точно. И он рассуждал, правильно поступил Елисей или неправильно. Понимаете? И он считал, что Елисей поступил неправильно. Ну, у него не было... Не было того, чтобы он был крещен в Елисея. Он бы был измененным. Правильно? Конечно, конечно. Если бы он крестился в Елисея. Да. Но он не крестился в Елисея. Потому что у него были, значит, какие-то свои мысли постоянно. Он постоянно носил какие-то свои взгляды. Он чего-то ожидал. Он чего-то искал. Понимаешь? Он искал не того, чего искал Елисей. Давай так скажем. Поэтому он потерял эту возможность. И вместо помазания он приобрел на себя и, как сказал Елисей, на весь его род, который будет проказу. То есть внуки рождаются, представляешь, ни в чем не надо прокаженные. Потому что вот такой помощник был. Это проклятие конкретное, да? Но кости Елисея. И вот хоронят человека, идут похороны, церемония похоронная. И тут враги выскакивают, да? И все бежать. И бросили этого с этим гробом. И он упал на могилу Елисея. И воскрес. Понимаешь, какое помазание было на костях Елисея? На его могиле просто. Помазание не должно остаться в могиле. Помазание должно реализоваться. Понимаете? Дар благодати, который дан сегодня каждому, дан Тибешему, дан Тиберая, понимаешь, он должен быть реализован сейчас и умножен. Реализован и умножен. Если он не реализуется, он никогда умножен не будет. Бог же, знаешь, как он смотрит, это как шкала. Когда ты расходуешь себя полностью, и Бог видит, как он, знаешь, говорил Павлу, довольна для тебя благодатью моей. Почему он говорил так? Потому что, чтобы не превозносился чрезвычайностью откровений. То есть на нем столько было благодати на Павле, что это просто было что-то невероятное. Но благодать это проявлялось в том, что он мог терпеть, он мог проходить узы, он мог сказать сам, я хочу быть в тюрьме, чтобы туда попасть в Кесарь. Представляешь? Это вообще, да? Он мог вообще идти на такие вещи. Бывает, благодать понимаем, совсем не так. Мы думаем, что благодать это просто когда у нас на столе много бананов лежит, понимаешь, яблок. Они зеленые, поэтому это не совсем благодать. да. Но на самом деле благодать это способность страдать за Иисуса Христа. Поэтому когда Павел ослеп, когда он встретил Иисуса, и Иисус сказал, в Дамаск иди. Он пришел в Дамаск, а там пророк Анания говорит, иди и помоли за него. Он говорит, так я знаю, что он гонит верующих. Он говорит, ты даже не знаешь, сколько он должен пострадать за имя мое. То есть какую благодать я ему приготовил. Я когда читал раньше, вначале, я всегда думал, что когда он говорит, что сколько ему придется еще пострадать за имя мое, что типа это будет ему как наказание за то, что он гнал верующих. Поняли? Да, что-то странно. Да, а он ему говорит, что он гнал верующих, да, но говорит, ты даже не знаешь, сколько милости я приготовил для этого человека. Такую честь я ему приготовил. Поэтому иди и молись за него. То есть чтобы она не пришел к нему молиться не как грешнику, который гнал верующих, а как великому помазаннику, которого сам Бог приготовил к великому пробуждению. Поняли? С другой позиции. Поняли? Да, совершенно интересно. То есть мы, бывает, читаем Библию, и мы, не понимаем, что там написано. Да, да, потому что сразу смотришь именно вот так. Да, 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 но благодать заключается в том, что ты готов страдать, ты готов, видя, видя человеческое несовершенство, видя человеческий, сколько Павел проходил всего, Павла оставляла вся его команда. Понимаешь, при первом моем выступлении, говорит, никого не было со мной, но все оставили меня, все испугались, что их схватят вместе с Павлом, и все оставили его. И он говорит, да не уменится им. Понимаешь? Да. И он продолжает дальше двигаться, да, слушать. И в конце, вы знаете, Павла отрубили голову, все-таки кецаря отрубил голову. Кецаря отрубила голову. Кецаря отрубила голову.